Доходы региональной казны по итогам прошлого года превысили 177 миллиардов рублей. Расходы – 170 миллиардов. Профицит областного бюджета составил почти 7 миллиардов рублей. Эту информацию озвучили на очередном заседании Самарской губернской думы. Несмотря на непростую экономическую ситуацию, в 2019 году удалось обеспечить устойчивость областного бюджета. На 4,5% увеличить по сравнению с планом собственные налоговые и неналоговые доходы. Обеспечить беспрецедентные по объему безвозмездные поступления из федерального бюджета. Большую часть из них направят на социальную сферу. Депутаты поддержали инициативу губернатора Дмитрия Азарова об увеличении выплаты по социальным контрактам, малоимущим семьям и одиноко проживающим гражданам в трудной ситуации. Пособие составит не 10, а 35 тысяч рублей. Депутаты приняли решение, внесли изменения в законодательство Самарской области. Я вышел с инициативы, мы в 3,5 раза увеличиваем средства, которые направляют семьям по так называемому социальному контракту. Был 10 тысяч, сейчас 35 тысяч. Дополнительно предусматриваем средства, которые могут быть потрачены на подготовку-переподготовку до 50 тысяч рублей. Это все должно работать и на увеличение доходов конкретной семьи, и на восстановление экономики в целом, потому что социальный контракт нацелен в том числе на занятия предпринимательской деятельностью, чтобы люди начинали заниматься предпринимательской деятельностью. Планируется в этом году также ускорить темпы дорожного строительства в регионе. В Самарской области появится новая награда – почетный знак губернатора за заслуги в развитии добровольчества. За ее появление депутаты проголосовали единогласно. Когда мы думали, меня спросил губернатора, да я двумя руками, почему отдельно эту награду не сделал за это волонтерское добровольческое движение. Если вы представляете, тоже в жару они ездили по всему городу, вот эти мешки, пакеты же надо занести, принести, в масках тоже там и рисковали, ну, по-всякому. Они все это делали, таких людей немало, их же тысячи, не сотни, а тысячи людей. Поддержка волонтеров – одно из направлений национального проекта образования. Напомним, в период действия ограничительных мер в Самарской области работал штаб добровольцев, куда самарцы могли обратиться за помощью. Мария Левина, Сергей Баскин, События. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова